Эффективные методы добычи, применения новых технологий и дальнейшие перспективы развития. В Сербии прошла первая международная научно-техническая конференция «Газпромнефти». Участие в ней приняли 70 специалистов компании, среди них и сотрудники «Ноябрьскнефтегаза». О своих проектах они рассказали нашему корреспонденту Оксане Зайчуковой. Александр Кудияров работает геологом четвертый год. За это время он не раз становился призером и победителем научных конференций «Ноябрьскнефтегаза». А недавно представил свой проект на международном уровне. В октябре принял участие в первой конференции, которую проводила нефтяная индустрия Сербии. В работе Александр отразил собственный подход к выявлению остаточных извлекаемых запасов на месторождениях в поздней стадии разработки. Суть данного метода – это выявить те остаточные извлекаемые запасы, которые остались в резервуаре. В данном случае именно зажатые между нагнедательными скважинами. Обычное моделирование, оно не учитывает влияние неоднородностей на разработку залежей. Наш же метод с вами учитывает полный комплекс влияния всех неоднородностей пласта коллектора. В первой международной технической конференции приняли участие 70 специалистов из научно-технического центра «Газпромнефть» и самой НИС. А «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» стала единственным дочерним обществом, которое приняло участие в этой конференции. Специалисты обсуждали эффективные методы добычи, применение новых технологий и дальнейшие перспективы развития. Я очень доволен, потому что я видел работы остальных участников. То есть мы прям были наголову выше, темы были очень актуальны. Не те темы, которые ребята перевели на английский и приехали с ними. У нас была научно-практическая тема, которую мы реализуем здесь и сейчас. И мы хотели об этом рассказать не только на уровне дочернего общества, но и на международном уровне. Ведущий геолог Максим Ферсин на международной конференции представил проект, посвященный выбору оптимальной технологии разработки трудноизвлекаемых запасов. В своем подходе он предлагает отказаться от организации системы поддержания пластового давления на тех кустовых площадках, прибыль от которых минимальна. Такой метод вызвал горячую дискуссию у экспертов. Сейчас молодой специалист готовится представить свою работу на научной конференции «Газпромнефть». Концептуально он не поменялся, просто получил еще более расширенное применение для компании. Если до этого делалось только в рамках дочернего общества «Ноябрьснефтегаз», то я сейчас спроецировал это на перспективу применения по всем дочерним обществам «Газпромнефти». Конференция молодых специалистов «Газпромнефть» пройдет в Санкт-Петербурге 25 и 26 октября. В прошлом году эксперты высоко оценили проекты ноябрьских нефтяников. В этом году сотрудники «Ноябрьснефтегаза» надеются повторить успех.